Опасность штампов, как я уже сказала, в том, что они притворяются живыми, и текст притворяется живым. Мало того, вот этот первый текст, он такой очевидно современный, да, здесь у нас тут есть всякие карьеры, машины и так далее. А тут же такое же девается моя мышца. А второй текст, он подмигивает нам откуда-то из конца 19 века. И здесь это тоже благодаря точечным деталям. И надо вам сказать, что во времена молодого Бунина вот такие тексты считались отличными, прекрасными, замечательными, публиковались. И почему вы еще с такой легкостью один и другой текст воспринимаете, и почему они вам кажутся живыми? Да потому что таких текстов очень много, вы много их читали. Вы много их читали, а наш мозг устроен, наш мозг любит знакомую информацию. Ему это нравится, он это узнает. И, конечно, наша с вами задача – это пройти вот между двух по-настоящему огней. С одной стороны, мы с вами понимаем, что мы не можем выдумать абсолютно новый язык. Конечно, у нас есть Андрей Платонов с языком настолько оригинальным, со стилем настолько узнаваемым, что три слова, и мы узнаем Платона. Но Платонов таким родился. Если мы будем пытаться каждое слово говорить не в простоте, не будучи Платоновым урожденным, мы напишем такой ужас, что это будет лучше бы штампами. Поэтому для начала, и вот нам надо, с одной стороны, остаться в зоне комфорта для читателя и для нас, чтобы наш текст все-таки был похож на текст. И мы рассказали историю, которую хотим рассказать. С другой стороны, чтобы эта история была свежей, чтобы взгляд был свежим, чтобы штампов не было, ну или хотя бы, чтобы их не было столько, сколько есть. Потому что вы же не можете себе, коль вы люди пишущие, вы не можете себе позволить позицию, ой, до таких текстов миллион, все так пишут. Хорошие писатели так не пишут. Если мы ставим перед собой задачу, что мы теперь пишем книгу, мы теперь пишем текст, зачем писать плохо, если можно писать хорошо?